Клаго Мау Ти Фау посвящает сегодняшнего вечера несколько коротких передать человеку, чей голос в Европе завоевывает все больше внимания. Спасибо, что вы сегодня снова с нами и помогаете нести важные голоса Европы в народ. Несмотря на все приведенные до сих пор доказательства против, главная СМИ упрямо придерживается своего искаженного и самого начала ложного освещения событий. Господин магистр Эвальдштадтля, рожденный в Форальберге в 1961 году, ни в коем случае с этим не смиряется. Будучи внефракционным членом Европейского парламента, он ставит свою кандидатуру на выборы в Австрии 25 мая этого года. Его цель – четкие полномочия в парламенте ИЭС и получение места в Национальном совете. Клагемау ТВ благодарит консервативных реформаторов, сокращенно Рекус, за право на опубликование материалов о личности Эвальдштадтлера. Господин магистр Эвальдштадтла дает ответы к актуальным темам с матерской точностью и краткостью. Клагемау ТВ транслирует в последующие дни также его высказывания о правах человека, геополитике США, о ценностях ВС и многом другом. Ну а сейчас к его первому интервью, которое длится всего лишь 7 минут. Оно вносит ясность, простоту и понимание относительно всего конфликта в Сирии, России и Украине. Подключайтесь к нам и завтра. И дальше следуют ценные, вносящие ясность сообщения. В Сирии АСАД со своей армией борется против своего народа. На Украине новое переходное правительство тоже идет танками на свой народ. В Сирии АСАД за это сильно критикуют. В Украине говорят, все окей, все хорошо, это идет борьба против террористов. Я в первую очередь не уверен, что в Сирии АСАД борется против собственного народа. В первую очередь он борется против наемников, которые злоупотребляют сирийским народом, чтобы инсценировать гражданскую войну против собственного правительства. Но истинные агрессоры там — это наемники, которые финансируются и снабжаются оружием из Саудовской Аравии и Катара. То, что нам выдают за спонтанно разгоревшуюся гражданскую войну, это в действительности хорошо организованная с группами наемников гражданская война. И она в первую очередь касается христианского меньшинства в Сирии, которое до этого всегда находилось под защитой правительства АСАД. И это причина того, почему исламские фундаменталисты, ваххабисты, частично выходцы из Афганистана, Пакистана, Чечни, так жестоко расправляются с христианскими меньшинствами. То есть это нельзя сравнивать. Но факт в том, что украинское путчистское правительство борется против востока страны, потому что восток недвусмысленно объявил, что хочет ориентироваться в сторону России. И это право народа. В любой другой стране мира признали бы это. Но здесь этим путчистам разрешают идти с оружием против своего народа. И это абсолютно неприемлемо. Если уж поднимать упрек против АСАДа, то нельзя одновременно разрешать правительство путчистов в Киеве идти с танками против собственного народа. Абсолютно неприемлемо. Обама говорит, что если Путин дальше будет отправлять русских на украинскую границу, делать там маневры, тогда он подумает о дальнейших санкциях. С другой стороны, Европа тоже вводит военную технику. Не только Европа, но и НАТО. Что означает, что американцы тоже участвуют. Это сейчас происходит в Венгрии. То же самое мы наблюдаем в Польше и Балтийских странах. Что я хочу сказать? Европа должна вспомнить, какие обещания она дала России после объединения Германии. И в любом случае, до того, как был подписан Будапештский договор, на который всегда ссылаются, когда говорится о территориальной интеграции Украины. Россия нам неоднократно обещали, что не будет расширения НАТО на восток. Потом очень быстро приняли Чехию, Словакию, Польшу, Балтийские страны, Румынию, Болгарию, и Россия не отреагировала. Но теперь, когда Расмусин с явным намерением объявил, что даже Украину и Грузию хотят взять в НАТО, нужно понять и акцептировать, что Россия видит в опасности законные интересы своей безопасности. И поэтому она должна реагировать. Ни одно государство не будет акцептировать, что в нескольких сотнях километров от его столицы организовываются ракетные базы, направленные против России. Никто не допустил бы такого. Америка никогда бы не допустила, если бы Россия сделала подобное на Кубе или в Канаде, или в Мексике, потому что их интересы, касающиеся безопасности, стояли бы под вопросом. И поэтому я требую акцептации законных интересов безопасности России, если речь идет об установке ракетных баз НАТО в непосредственной от нее близости. Это двойная мораль. С одной стороны делаются санкции, с другой стороны сами поступают так же. Да, двойная мораль стала особенно очевидна после Женевского договора. Сначала упрекали Россию, что она вмешивается в дела Украины, затем был договор в Женеве. Потом Пучистское правительство использует оружие против своего народа на востоке страны. Потом Керри звонит Лаврову и просит, чтобы Россия вмешалась во внутренние дела Восточной Украины. То есть сначала упрек о вмешательстве, а потом звонит и просит о вмешательстве, что надо позаботиться об освобождении правительственных зданий от населения. И даже угрожает санкциями в случае невмешательства. В общем, глупее уже не может быть. Это политика Запада, особенно американцев и Европейского Союза, которую уже никто не может понять. Непонятно так же, что в Косово было так, что Запад был за независимость и отделение от Сербии. Теперь Крым отсоединяется от родной Украины и возвращается к России. И тут вдруг Запад против. Во-первых, Крыму Украина не родная, потому что полуостров Крым со времен Екатерины II всегда был важной составной частью России. Генеральный секретарь КПСС Хрущев в своей императорской мании подарил его Украине. Так он присоединился к Украине. То, что происходит сегодня, это восстановление исторически сложившегося положения. На востоке Украины немного по-другому. Это однозначно этнически русская часть. И у них полное право решать, в каком государстве они хотят жить. Кстати, я бы предоставил это право и всему остальному населению Украины. Потому что, когда украинцы поймут, что их путническое правительство не в состоянии наполнить прилавки в магазинах, что они не смогут больше купить продукты, если путчистское правительство не сможет больше отплатить счета за газ, и люди будут мерзнуть в своих квартирах, тогда они очень быстро заметят, где их действительный партнер. И именно не в Киеве, а в Москве. Заключительный вопрос. Не трудно ли быть членом парламента, где господствует двойная мораль? Да, это действительно трудно. Но если интернациональная политика движима такой двойной моралью, здесь, к сожалению, просто необходимо выступать против этого. И если мы этого не сделаем, то уже никто больше не сделает. И поэтому я надеюсь, что после выборов 25 мая силы, которые раскрывают эту двойную мораль и поднимаются против нее, еще больше будут укреплены. И я уверен, что последующий Европарламент будет выглядеть совершенно по-другому, чем сегодня. Да, спасибо, господин магистр.